Привет, обожатели Нью-Йорка! Я бы сегодня хотела поговорить с вами о тех деталях города, которые вы можете увезти с собой. Когда вы приезжаете сюда, и вам просто навязывают те сувениры, которые были сделаны в Китае, вы должны увезти их домой и почему-то по зову сердца решить, что они будут вам напоминать о Нью-Йорке, когда они сделаны в Китае. Так вот, сегодня я хочу поделиться с вами своими идеями и находками о том, что вы можете увезти, чтобы вы почувствовали, что да, это кусочек Нью-Йорка. Если вам это интересно, продолжайте смотреть это видео. Но прежде чем, я на самом деле очень сильно проголодала. Я бегала целый день, записывала для вас дорогие видео. Да, я молодец. Не знаю, молодец или нет, потому что я его все еще записываю, как вы видите. Вот, и я сбежала в Whole Foods, это такой магазин, и купила себе еды. Так что я поем, я не возражаюсь, я быстро, хорошо, а то совсем не есть, это плохо. Что я взяла? Я купила, я купила петочки. Да, я быстро поем, хорошо, договорились? Натиско. Я бегала целый день, ребята, вообще ничего не ела. Вот уже... А, мои часы тут не показывают, но все так, да. Бегала целый день, не было возможности ни покушать ничего. Потому что хотелось реально показать вам как можно больше, как можно больше интересного успеть за день. Привет, обожатели города Нью-Йорк. Я хочу показать вам, какие покупки можно сделать в Нью-Йорк, памятных подарков, которые сделаны в Нью-Йорке. Или хотя бы лицензированные в Нью-Йорке. В общем, что-то, что реально связывает город Нью-Йорк и этот продукт. Первое, с чего бы я хотела начать, это все же с продукции, которую вы можете купить в любой сувенирной лавке города Нью-Йорка. Вот, например, в таком сувенирном магазине. Их на Манхэттене очень много. Но из всех этих ярких китайских сокровищ я купила только одну. Вот я купила такой вот пакетик из I love Нью-Йорк. Да, все его знают. Первое, что я хотела бы вам показать, что можно реально купить в этом магазине, несмотря на то, что, возможно, это сделано не в Нью-Йорке. Это вот такая вот знаменитая всем майка I love Нью-Йорк. Я думаю, что это как классический вариант подарка, который будет приятен либо себе, либо вашим друзьям. Это, на самом деле, единственное, что бы я порекомендовала вам купить в том магазине. Хочется купить сувенир из Нью-Йорка, что-то привезти, и ты покупаешь. Это сделано в Китае. Ну, прям так несправедливо. Следующим интересным продуктом, который я бы вам порекомендовала, является вот такой вот интересный, в такой интересной коробочке чай. Но прелесть всего этого чая, это где ты его покупаешь. Этот чай был куплен в магазине, который называется Laughing Man. Совладельцем этого магазина является знаменитый актер Хью Джекман. Это всем известный человек Росомаха. Но, покупая чай в этом магазине, во-первых, вы покупаете что-то, что реально из Нью-Йорка. Особенностью Нью-Йорка является, что вы можете прикоснуться к знаменитостям так близко, которые кажутся такими недоступными, когда, например, я жила в России. Мне казалось, что просто до них никогда я не доеду, не долечу, не доскочу. Но нет, когда вы находитесь в Нью-Йорке, вы можете пойти, например, в такой маленький уютный магазинчик и купить себе вкусный чай. Вот мой любимый называется Black Earl Grey Cream. Очень вкусный чай. Я его уже, наверное, третью или четвертую коробку покупаю. Там есть другие вкусы. Тоже вкусные, но этот у меня самый любимый. Что еще интересно об этом магазине, когда вы покупаете там, то все денежки идут на благотворительность и на взносы в какие-либо проекты. Смысл этого магазина сделать людей, как можно больше людей, счастливыми. Если вы будете в Нью-Йорке, обязательно заглядывайте в этот магазин. Еще одной идеей хочу поделиться с вами. Я думаю, что это будет более чем материальное, более, наверное, такое вот приятное душе вашей подарок. Я предлагаю вам купить вот такую вот открыточку. Вам написать, что вы чувствуете в данный момент, находясь в городе Нью-Йорке. Потом вы всадываете это все в конвертик и отправляете почтой американской на свой домашний адрес. Я думаю, что когда вы приедете домой, и это письмо будет идти примерно до России, я знаю, что идет около 2-3 недели. Когда вы приедете домой, вы почувствуете, и вы получите это письмо, представьте, как вы будете здорово себя чувствовать, потому что вы получили кусочек Нью-Йорка. Это письмо пропутешествовало через весь океан и прибыло к вам в руки. И я думаю, что, знаешь, это такая деталь, которую ты, наверное, забудешь, когда приедешь, потому что перелет, все эти дела, а потом придет это письмо. И я думаю, что этот момент это будет самое здорово. А еще здорово, если ты сможешь туда положить какую-нибудь фотографию. Также, я думаю, отличной идеей будет увезти с собой домой бейглс. Бейглс это такие бублики, на самом деле они очень вкусные. И что самое приятное, вы можете увезти их с собой домой, и они не испортятся, потому что любые другие продукты могут возникнуть, вопросы на границе еще. А здесь хлеб, я думаю, что вопросов не должно возникнуть. А также вы можете их заморозить, и потом, представляете, через 2 недели вы просыпаетесь, берете один бейгл, кладете в микроволновку, разогреваете, и он как свежий. И вы, вот смысл всех этих маленьких предметов, это чтобы окунуться опять в атмосферу города Нью-Йорка. То есть, то, что бы вам напоминало об этом городе. Так вот, я думаю, что бейгл, это как раз-таки тот кусочек Нью-Йорка, который вы можете увезти с собой. Также для вас я съездила в Бруклин. В Нью-Йорке многие пьют такое пиво, которое называется Бруклин Лагер. Оно сделано в Бруклине, и я ездила в него сегодня. Это Бруклин, детка. Вот видите, у меня бывают провалы. Приехала в Бруклин, кто бы такую дорогу совершила, чтобы посмотреть пивоварню, а она закрыта. Надо, конечно, было посмотреть расписание, кто тебе будет открывать пивоварню в среду утром. Думаю, что Бруклинская пивоварня – это хорошее место для покупки какого-либо сувенира, который будет вам напоминать Нью-Йорк по приезду домой. Почему? Потому что реально это пиво здесь пьют очень многие. И вы можете, например, себе купить стакан с изображением знаменитого этого логотипа Бруклин Лагер. Либо вы можете купить… Есть такой набор, который они продают. Вы самостоятельно дома по приезду сможете сделать это пиво. Представьте, мне кажется, это очень здоровская идея. Когда вы путешествуете по Бруклину, вы всегда найдете что-то интересное. Поэтому обязательно оставьте денек на Бруклин и посмотрите. Вот, например, я гуляла и нашла такой интересный магазин вин, где вы можете купить вино из города Нью-Йорка. Ну, я имею в виду из Штата. Почему бы нет? Я думаю, что очень хороший подарок, допустим, вашим друзьям или родителям, или бабушкам и дедушкам. То есть это то что-то, к чему Нью-Йорк имеет непосредственное отношение. Я поехала в магазин, который находится в Бруклине, который называется Buy Brooklyn. И там была масса интереснейших предметов. Там были… Можно делать самим горчицей, такой, знаете, набор по созданию горчин. Очень интересный магазин. Там продаются интересные продукты. Можно было купить грейпфруктовый мармелад с копченой солью. Где вот такое найти? В Бруклине. Самое интересное в этом магазине – это то, что все сделано местными людьми. Местными людьми, которые занимаются искусством или чем-то еще. В общем, они вот привозят в этот магазин, и там вы это покупаете. Более того, это все сделано в Бруклине. Даже не на Манхэттене, не в Пинс, не в Бронс, не в Стэн-Айлес. В Бруклине. В этом уникальность. Что купила я? Я купила вот такую вот свечечку. Называется она Handmade Soy Candle. Она сделана из воска сои. Там таких разных свечек много. Они все очень вкусно пахнут. Но каждая свечка принадлежит району. То есть у человека, который это сделал, у него наверняка возникают какие-то ассоциации именно с тем районом Бруклина и с тем запахом, который он посвятил этому району. Поэтому вот я купила, который называется Clinton Hill. Он такой зелененький. Очень свеженько, ненавязчиво. Мне кажется, очень вкусненько. И еще, что я там купила, это вот такие вот татушки. Здесь нарисовано яблоко, Subway, Quetzal, Статуя Свободы. И вот такая вот знаменитая чашечка кофе из греческого дайнера. Я обязательно допишу видео в ближайшем будущем о том, какой настоящий завтрак Нью-Йоркера. И вот, кстати, я вам обязательно расскажу и про прецел, и про бейгл, и про кофе. Я купила эти сувениры неспроста, потому что мне захотелось все-таки поделиться с вами кусочком Нью-Йорка, несмотря на то, что вы находитесь так далеко. Я хочу устроить такой небольшой конкурс. Все условия конкурса вы можете прочитать внизу, в подробном описании. И победители этого конкурса получат либо вот эта свечка, да, с татуировкой, которая из Бруклина, либо вот такой вот вкусный чаек из магазина Hugh Jackman, либо вот эту футболочку, которая I love New York. Смотрите условия конкурса и участвуйте. Я желаю тебе удачи. Спасибо огромное за ваше внимание. Ставьте лайк, либо дизлайк, кому как нравится. Субтитры сделал DimaTorzok